Здравствуйте, уважаемые студенты, уважаемые родители. Спасибо большое, что пришли на наше одно из последних мероприятий. Сегодня в гостях у нас представитель немецкой службы обменов Надежда Красикова расскажет об высшем образовании в Германии. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Рада приветствовать вас на своей презентации, посвященной высшему образованию в Германии. Пару слов скажу, в том числе и о возможностях финансировать обучение в Германии, о стоимости, о разных аспектах поступления. Ну и потом вы сможете задать, безусловно, вопросы, которые вас интересуют, если они останутся после нашей презентации. Для начала пару слов о нашей организации Deutsche Akademie Schausstausch, Германская служба академических обменов, один из старейших стипендиальных фондов, организация, которая была основана по инициативе немецкого студенческого сообщества и существует до сих пор, занимается, собственно, ну скажем так, в глобальном смысле обменом наукой, инновациями во всем мире. Что это означает конкретно, расскажу на примерах. То есть мы даем стипендии для обучения в Германии, проведения исследований в Германии. Здесь важно понимать, что в Германии такой подход, что там не финансируют весь цикл обучения, там можно финансировать только какие-то определенные части обучения, например, в основном магистратуру. Также можно получить очень приличные стипендии на проведение исследований в Германии, будучи, например, молодым ученым, аспирантом, преподавателем вуза в России. Это я пару слов скажу еще потом. Наша организация способствует интернационализации немецких вузов. Как это понимать, что такое общая интернационализация вузов для людей, которые никогда, может быть, этим вопросом не занимались? Это вот те самые обмены, о которых всегда все спрашивают, и пытаются их найти. То есть российский вуз и немецкий вуз заключают партнерское соглашение о обмене студентов, ну, либо о совместной программе, о программе двойных дипломов. У нас в России, кстати, даже существует Германий-Российский университет в городе Казани, где совместно с четырьмя немецкими вузами преподаваются в основном инженерно-технические дисциплины, и можно получить два диплома, российский и немецкий, и, собственно, наша организация поддерживает этот проект, ну, в том числе, прежде всего, финансово. Мы поддерживаем немецкий язык, безусловно, у нас есть так называемые лекторы или преподаватели ДАД, которые работают на данный момент в 30 российских вузах в разных городах, не только в Москве, и занимаются преподаванием, соответственно, немецкого языка и странновидения. Но, что немаловажно, в Германии можно учиться и на английском языке тоже, об этом мы с вами тоже поговорим. Ну, и, безусловно, мы законсультируем по общим вопросам поступление в немецкий вуз. То есть, важно понимать, что мы не являемся каким-то образовательным агентством, которое занимается подбором вуза, сбором документов и так далее, это мы не делаем. Но мы даем вам всю необходимую информацию, используя которую вы сможете самостоятельно сделать свои определенные шаги и поступить в немецкий вуз. Ну, начнем с того, как поступить в немецкий вуз, и, собственно, вообще, почему Германия, да? Ну, может быть, тем, кто сегодня пришел, не нужно лишний раз это напоминать, но, тем не менее, это крупная страна, одна из ведущих мировых экономик, самая гостонаселенная страна Евросоюза, собственно, страна-инициатор Евросоюза. Так, а он сам листает у нас. Культурная жизнь очень богатая, то есть, в принципе, очень близки нам по культурному духу люди, они тоже очень любят русскую культуру, мы, в принципе, здесь очень близки, немецкая литература у всех на слуху, здесь и театры, и музеи, это все, что угодно на ваш вкус. Ну, система высшего образования, которую когда-то давным-давно мы, в принципе, позаимствовали в Германии, и с тех пор очень тесно сотрудничаем во многих областях в этой сфере. Ну, и умеренная стоимость жизни, скажем так, по сравнению с соседями в том же Евросоюзе, ну, или, например, тоже с Великобританией, об этом тоже немножко поговорим. География. Вот если сказать пляжный отдых, да, никому в голову не придет Германия на первом месте. Тем не менее, в Германии тоже есть пляжи, есть моря, целых два моря на севере, и немцы очень любят, кстати, на этих пляжах отдыхать, несмотря на то, что там сильный ветер дует, но там очень красиво, большие волны, песчаные дюны, в принципе, тоже можно пройти. А на юге у нас в Германии что? Альпа, совершенно верно, прекрасные Альпы, горнолыжные курорты, то есть, в принципе, с севера на юг, с моря в горы, все это есть в этой, в принципе, ну, по сравнению с Россией, достаточно компактной стране. Ну, леса, поля, это тоже, само собой. Что касается высшего образования, да, наконец-то перейдем к той теме, для которой мы сегодня здесь и собрались. Основные моменты. Конечно, обучаясь в Германии, вы получите диплом международного образца, который признается, в общем-то, во всех странах мира. Вы потратите на обучение нисколько практически, об этом мы с вами тоже поговорим. Вступительных экзаменов нет, да, что, как звучит для нас, очень странно, то есть, особо каких-то препятствий, таких вот в виде экзаменов, каких-то дополнительных тестов на вашем пути стоять не будут. Выбор программ обучения, об этом тоже поговорим, он огромен. Программа на английском языке, да, для тех, кто не подружится с немецким. Ну, в принципе, мы в любом случае рекомендуем, конечно, посвятить какое-то время изучению немецкого языка. Это поможет вам в повседневной жизни, как минимум. В кампусе-то, безусловно, вы договоритесь на английском со всеми. И что вообще очень характерно для Германии, это такая очень тесная взаимосвязь между наукой, образованием, исследованием и претворением всех этих идей, которые родились в результате этого взаимодействия на практике. То есть там предприятия дают заказ на какой-то университет, исследовательское учреждение и получают, соответственно, результат, который они выводят на рынок. То есть там эта схема функционирует беспрерывно и постоянно. Что касается вообще ландшафта вузов Германии, можете потом здесь взять такую карту у меня есть. Там обозначены все вот эти порядка 400 немецких вузов. И важно понимать их разделение, то есть у них вузы делятся по определенным типам. Так называемый университет, то есть классический университет и университеты прикладных наук. То есть это примерно 50 на 50. В чем основная разница? Тоже сейчас немножко об этом подробнее поговорим. Так, в общих чертах университет это классическое образование, университет прикладных наук это практическое образование. Ну и безусловно, у них есть определенные типы вуза, как художественные вузы, то есть для людей, которые занимаются какими-то творческими специальностями. И педагогические вузы тоже у них отдельный кластер, их достаточно небольшое количество. Что касается университетов. Это вот старейшее учебное заведение, которое имеет многие столетние, несколько сот лет историю. Это научное заведение, где сугубо научный подход, можно изучать любую специальность, как правило, очень углубленная, очень академично, там можно посвятить свою жизнь именно науке, построить научную карьеру, поступить в аспирантуру. То есть вот если вы видите себя в науке, в теоретических каких-то дисциплинах больше, то, скорее всего, вам следует выбирать университет. Это не значит, что там совсем нет никакого практического подхода. Он тоже, безусловно, есть, но все-таки перевес там идет в сторону науки и исследований. Что касается так называемых университетов прикладных наук, по-другому, это называется фаххохшуля. Это больше упор на практику. Вот если вы после высшего учебного заведения, после получения высшего образования хотите пойти работать, вот, так сказать, стали из-за парты и к станку, образно говоря, то вы для этого можно закончить фаххохшуля. То есть там вам дадут совершенно четкие, необходимые знания, умения, навыки для того, чтобы вы могли построить профессиональную карьеру. То есть не будет такого, что вы закончили фаххохшуль, пришли на работу, и не знаете, что делать вообще. И вам говорят, забудьте, что вы учили в УЗИ, сейчас мы вас научим работать заодно. Так не бывает, потому что немецкие фаххохшуль, они как раз настроены на то, чтобы дать образование человеку, который хочет работать, пойти сразу. Основное отличие, которое сейчас, кстати, немножко нивелируется, в фаххохшулин нельзя поступить в аспирантуру. То есть там нет аспирантуры, то есть нет вот этой вот научной составляющей, но тем не менее сейчас многие фаххохшулин предлагают ограниченный для аспирантов в сотрудничестве с ВУЗами, то есть с университетами имеется в виду. Они заключают такие определенные консорциумы, в рамках которых можно и в фаххохшулин теперь тоже поступать в аспирантуру. Ну и, безусловно, они очень тесно сотрудничают с предприятиями, там всегда очень большая практическая составляющая. То есть вот, скажем так, я бы сказала, теоретикам это университет, практикам это фаххохшулин. А контакт ни плюсов, ни минусов в этом нет, да, просто каждый выбирает то, что ему необходимо, то, что ему интересно, то, что ему нужно, то, что ему карьера полезна. Ну, так называемый кунстхохшулин, высшее учебное художественное заведение, есть среди нас творческие личности, мечтающие стать, не знаю, хореографами, великими художниками. Ну, если нет, тогда, наверное, не будем подробно останавливаться, потому что в этом типе ВУЗов, собственно, все решает творческий конкурс, да, там могут взять с недостаточными знаниями, есть, да? То есть здесь, в принципе, тоже, на самом деле, много не могу рассказать, потому что каждый случай там рассматривается индивидуально, повторяю, все решает творческий конкурс. Там могут взять даже с ограниченными знаниями языка, там существует так называемое условное зачисление, где человека берут, может быть, с некоторыми недостаточными знаниями. Если он пройдет творческий конкурс, его талант покорит комиссию, да, его могут взять с нехватающими знаниями, с условием, что он их восполнит до определенного момента. Там обычно свои какие-то вступительные экзамены есть, это обычно всегда творческий конкурс. Иногда достаточно прислать портфолио, иногда все-таки нужно приехать и лично поучаствовать в конкурсе, это, опять же, зависит от ВУЗа. Ну, вот, скажем так, это основные моменты, которые можно осветить по данному типу ВУЗов. Что касается ВУЗов по организационно-правовой форме, вообще меня очень часто спрашивают, как поступить в Германию на бюджет. У них вот нет понятия поступить на бюджет и поступить не на бюджет. У них есть государственные ВУЗы, большинство из которых предлагают бесплатное обучение, почему я говорю большинство, об этом мы еще тоже поговорим. Есть частные ВУЗы, где обучение для всех платное. Поэтому абсолютно свободный выбор каждого человека, как гражданина, так и не гражданина Германии, выбирает для себя то, что ему хочется. То есть бесплатный государственный ВУЗ или платный частный ВУЗ. За что, собственно, частные ВУЗы берут плату. Плата там очень разная, собственно, вот я хотела прелестнуть уже. Варьируется от, не знаю, там 5 до 30 тысяч евро в зависимости от семестра содержания программы, того, какие услуги они включают в эту стоимость. И, в общем-то, берут они плату за более индивидуальный подход. Потому что важно понимать, что университетское образование в Германии, оно очень массовое. Ну, там в соотношении профессор-студент может быть и 100, и 200 человек студентов на одного профессора. В частных ВУЗах всегда очень маленькие компактные группки, да, то есть всегда есть возможность побеседовать с научным руководителем, всегда есть возможность посоветоваться, решить какой-то вопрос. Там, как правило, есть какие-то карьерные сервисы, там есть дополнительные консультации, там есть системы, вот, ну, как это, вот, прям так больше, как в англосаксонской системе, где вот берут под руки, ведут все, показывают, рассказывают, селят, кормят, поят и так далее. В других университетах такого нет, да, но зато там бесплатное обучение. Как правило, тоже в любую степень там можно получать, ну, как правило, это такие вот бизнес-скулс, то есть в основном это фах-хокшульный, то есть практическая направленность. У них очень тесная связь с производством, как правило, у них вот прям, ну, буквально такой, заказ идет от какой-то фирмы, да, вот они для определенной фирмы, как-то так, воспитывают персонал. Это очень часто бывает, и можно вот смотреть, выбирать такие вот фах-хокшульные вузы, если вам важен именно вот этот индивидуальный подход. Что касается программ обучения, очень часто вот меня на консультациях спрашивают, какую специальность можно изучать в Германии, вот абсолютно любую специальность можно изучать в Германии. Там порядка 20 тысяч программ обучения. В основном они подразделяются на бакалавриат и магистратуру. Ну, поэтому мы поговорим, я не знаю, может быть, все сейчас знают бакалавриат и магистратуру, что это такое, потому что я часто встречаюсь с тем, что не все понимают, что зачем сейчас следует и вообще как эта баланска системы выглядит. Но, тем не менее, вот выбор программ, он огромен. У них существует диплом специалиста в Германии по-прежнему. Это прежде всего в медицине и шпруденции педагогики. То есть там специалитет, как правило, 5-6 лет. И, соответственно, по этим специальностям вы не можете пройти магистратуру в Германии. То есть если эти специальности вас интересуют, тогда нужно поступать сразу с самого начала. Так называемые international programs, то есть международные программы. Программы преподаваем на английском языке. Я начала с того, что рассказала о том, что в Германии есть программа обучения на английском языке, и их спектр сейчас расширяется. Преимущественно, конечно, это программы, вот то, что называется МИНТС, то есть математика, информатика, естественно, науки, технические науки. Экономика, безусловно, есть на английском языке. Но вот что у них всегда и только на немецком, это те же самые медицины и шпруденции педагогики. То есть там без вариантов это всегда на немецком. То есть те же преподаватели, которые преподают на немецких программах, собственно, сами немцы учатся на этих иностранных программах, если они хотят свой английский каким-то образом повысить. Ну и совершенно тот же диплом немецкого университета вы получаете. Просто как бы эти программы были придуманы для того, чтобы привлечь учащихся из-за рубежа, которые, ну, нацелены были на поездку на учебу за границу, но немецкие как-то вот не освоили, да, поэтому, соответственно, можно обучаться на английском. Порядка двух тысяч таких программ предлагают немецкие вузы в совокупности. Часть из них, конечно, в частных вузах предлагается. И есть вот эта вот интересная ссылочка, очень простая, IDP. Здесь она тоже есть вот в моих брошюрках. По которой можно подобрать себе вот такую-то англоязычную программу обучения. Там есть, возможно, разнообразных фильтров по направлению обучения, месту обучения. И даже можно задать, вот там есть tag more, и по нему можно задать, соответственно, tuition fees. То есть если вы хотите какую-то плату за обучение или вообще ее не хотите, там можно поставить, соответственно, нолик. Что касается рейтинг немецких вузов, это вот просто самый первый вопрос из всех, которые нам всегда задают. Мы хотим учиться в престижном немецком вузе. Или как нам поступить в лучший немецкий вуз. Какой вот хотим учиться обязательно в Мюнхене или в Берлине. На что мы всегда говорим, что в Германии вообще отсутствует понятие престижный вуз, хороший вуз, плохой вуз, это вообще нонсенс для Германии, столичный вуз, провинциальный вуз. Эти все понятия в Германии не несут вообще никакой смысловой нагрузки, они не понимают, что это такое, если их спрашивать. У них нет рейтинга вузов. То есть ведущие издания никогда не публикуют, а сегодня у нас на первом месте вуз такой, а в этом году вот тут вуз поднялся на несколько строчек. Есть, безусловно, немецкие вузы в международных рейтингах. Что они там делают, как они туда попадают. Безусловно, они для этого инвестируют определенные средства, потому что попасть в международные рейтинги, это значит делать пропубликации, это значит где-то там определенные шаги предпринятия. Есть вузы, которые просто инвестируют средства в то, чтобы туда, скажем так, засветиться, таким простым словом. Некоторые вузы, те же самые средства, которые у них есть, которые все немецкие вузы получают поровну от государства, по головам учащихся, скажем так, инвестируют, просто другие какие-то моменты, например, в свою материальную базу, там в учебники, в новых преподавателей и так далее. Потому что они все вольны распределять своими средствами, как им угодно. Но есть вот такой вот внутренний немецкий, скажем так, рейтинг вузов по специальности. Опять же, если вы зайдете по этой ссылке, вы не увидите там какого-то списка, раз, два, три, четыре, пять, десять, двадцать. Это будет такая табличка, где вы заводите специальность, которая вас интересует в Германии, и вам напишут, что вот в этом вузе она отмечена там тремя желтыми и двумя красными кружочками, а вот в этом там четыре зеленых. Причем параметры там можно выбирать самим, какие вы хотите там. Еда в столовой, наличие кампуса, преподавание этого предмета и так далее. То есть вот это считается вот таким вот немецким рейтингом. Там вам нужна регистрация, но она, безусловно, бесплатная. То есть на этом сайте он работает тоже на английском языке, просто там переключение на английском было, по крайней мере, посередине странички в такой темной рамочке. Ну, я думаю, найдете, если задаться целью. Ну, вот поговорим о поступлении в немецкий вуз, потому что в Германии немножко отличается структура школьного образования от нашей. Там учатся 12-13 лет в гимназии. То есть те, кто собираются поступать в вуз, они должны закончить гимназию, допуск, то есть другие школы допуска у немецкого высшего образования не дают. Колледжи тоже в Германии допуска к высшему образованию не дают. Поэтому, то есть тот, кто стремится к высшему образованию, он учится в гимназии после пятого класса, переходит и, соответственно, заканчивает там 12-13 летнее обучение. И здесь возникает некий диссонанс, потому что у нас, как известно, в школе учатся 11 лет. Поэтому с точки зрения немецкой системы высшего образования российские выпускники еще не готовы к поступлению в немецкий вуз. Что нужно сделать с точки зрения, опять же, немецкого законодательства, это восполнить недостающий год образования. Это можно сделать двумя путями. Один самый простой путь – это поступить на первый курс любого немецкого или российского вуза. Повторюсь, в Германии нет понятия престижный вуз, плохой вуз, хороший вуз, поэтому это может быть абсолютно любой вуз. Желательно, однако, государственный, потому что некоторые современные частные вузы, они вот на этом сайте anabinkmk.org, он, к сожалению, работает только на немецком языке, там прям действительно все-все-все вузы российские, то есть всех-все-все городов перечислены. Они даже в нескольких написаниях там несколько раз встречаются. Что важно проверить? Важно, чтобы ваш вуз был отмечен там как H+. Потому что там такие вот H+, H+, H-, и H++-. То есть если вуз H+, значит, все в порядке, ваш диплом годится, можно с ним поступать в немецкий вуз. Если там H-, то совершенно точно ни один немецкий вуз ваш диплом из этого вуза не примет. Если там H+, то это значит, вам нужно будет предоставить дополнительные аккредитации, которые будут действительно именно на вашу программу обучения для этого вуза. Ну, поэтому, как правило, с государственными вузами Москвы, например, такой проблемы никакой нет. Поэтому можно, в принципе, в любой государственный вуз поступить, один год отучиться и поступать на первый курс немецкого вуза. Уже без всяких экзаменов по подданным документам. У них отбор всегда осуществляется по среднему баллу предыдущего документа в образовании. В данном случае будут смотреть оценки аттестата и оценки, полученные в течение года обучения вуза. Есть такая система, как студентку ЛЕК в Германии. Многие о ней слышали, и многие мечтают туда попасть. К сожалению, сделать не очень просто, потому что в связи с тем, что этих студентку ЛЕК сегодня не очень мало, раньше, ну, откуда вот это вот идет все, что все, мы поступим в студентку ЛЕК, там отучимся, и потом поступим на первый курс. Раньше при каждом немецком вузе существовал этот студентку ЛЕК, это как нулевой факультет, факультет доводской подготовки. Потом они все массово закрылись, и их осталось всего 30, примерно 30 на вот эти вот 400 вузов. То есть, соответственно, любой иностранец, который не имеет прямого допуска в немецкий вуз, это очень большое количество граждан мира, это не только россияне, это, например, американцы, они обязаны туда поступать. И, соответственно, они все пытаются туда поступить, и туда возникает конкурс, который в приори в 10 раз выше, чем на любой первый курс любого немецкого вуза. Поэтому туда требуются отличные оценки, туда нужно ехать, сдавать экзамен, туда нужно очень хороший немецкий, как правило, еще английский подтверждать. И вот только после экзаменов, как правило, методом лотереи, да, то есть вот наборы из стопочки документов определяют, скажем так, победители, которые поступят. Поэтому, если вы будете пробовать поступать в студентку ЛЕК, обязательно имейте запасной вариант в виде поступления в российский вуз. Еще проблема с этими студенткой ЛЕК заключается в том, что туда иногда очень ранние сроки подачи документов, март-апрель, и, соответственно, в это время у нас еще нет никакого аттестата. Без аттестата они документы не принимают, они вообще не полный документ, не принимают и не рассматривают. И еще не всегда понятно, куда подавать документы, да, потому что некоторые вузы принимают сами. То есть вуз как бы дает вам направление в студентку ЛЕК, некоторые студентки ЛЕК принимают сами, и некоторые принимают через систему униассиста, о которой мы еще чуть позже поговорим. Есть платные студентки ЛЕК, их немного, и они существуют при частных немецких вузах, то есть, как правило, они готовят под свой платный частный вуз. И, ну, конкурс там на самом деле не сильно выгоднее, то есть если в обычный студентку ЛЕК где-то, ну, 20 человек на место, то в платный студентку ЛЕК где-то 15 человек на место. То есть, в принципе, здесь особо ничего не выгадывается. Но там можно учиться в некоторых случаях на английском языке, а потом вас доучат до немецкого, потому что в обычный студентку ЛЕК уже нужно очень хорошо знать немецкий. Что касается возможностей вот как-то этот год миновать, есть две федеральные земли в Германии, где вообще нет ни одного студента ЛЕК. Это федеральная земля Северной Рейн-Вестфалии и федеральная земля Бранденбург. Эти федеральные земли законодательно получили разрешение разрабатывать свои программы приема иностранных учащихся. Не так, ну, как относительно недавно они получили это разрешение, лет пять как, и вот медленно-медленно, постепенно они пытаются разрабатывать какие-то альтернативные методы приема. Пока зарекомендовала себя программа Гёте-института, так называемая студентка МОСН, немецкий университет. Она существует совместно с Альянсом университетов Рурской области, и это такая подготовка во время школьного образования здесь, по большей части онлайн, языковая, плюс предметная, которая дает вам возможность поступить на первый курс, ну, в условиях общего конкурса, опять же, но после одиннадцатого класса, без одного года в России, без одного года в студентку ЛЕК. Но в эту программу надо вовремя вписаться. Раньше она была с девятого класса, сейчас вот они предлагают с одиннадцатого, ну, вот как-то надо за ним следить там на сайте. Я понимаю, что ссылка очень сложная, к сожалению, нет, короткая, но если вы напишите в интернете Гёте-институт МОСН, немецкий университет, вы сразу выйдите, собственно, на этот сайт. В принципе, вот эти два университета, которые там указаны еще, это Ахин и Виадрина, они тоже сейчас принимают участие в этом студенте, в МОСТе, но вообще у них есть отдельная своя собственная программа, у Ахина это машиностроение, поступление, создача экзаменов, но тоже после одиннадцатого класса, с немецким только, и Виадрина, культурология и экономика, но тоже только с немецким. Что касается IB, есть? С IB у нас сегодня присутствует, есть с IB. Ну, вы молодцы, в принципе, с некоторыми оговорками IB в Германии принимается, но они считают, что должно быть 12-летнее именно образование в совокупности, то есть с первого до выпускного класса, и вы должны сдать 6 экзаменов, 3 из них должно быть экзамены high level, по выбору вот из этих 6 групп. Минимально на четверку за экзамен, набрать в сумме не менее 24 баллов, потом это будет у них пересчитываться по формуле, которую вы можете найти, вот если вы отсканируете этот QR-код, это будет вот эта вот ссылочка на нашем главном сайте, соответственно, там подробно расписаны, какие экзамены, на какую оценку вам нужно сдать, да, чтобы поступить, и пересчитывать вот единицы, это высший балл немецкой системе, она дает, например, допуск на обучение по медицине. Это нужно, соответственно, набрать 42-45 баллов по экзамену IB. Вообще всегда я рекомендую, если у вас вот вариант с IB накануне связаться с немецким вузом и проверить, правильно ли вы выбрали список экзаменов для сдачи, да, то есть им можно всегда писать, им немецким вузом, с ними всегда можно общаться и написать, вот здравствуйте, у меня IB, я в российской школе, хочу сдавать вот этот вот этот вот экзамен, правильно ли я выбрал экзамен, да, потому что если потом окажется, что вы какой-то полбала не доздали, да, и не тот неправильный экзамен выбрали, это будет весьма обидно, и вам все равно придется тогда один год учиться в России. Ну, обещала вам чуть-чуть рассказать про бакалавриат магистратуры, да, то есть весь мир как бы пытается перейти на балловскую систему уже как много лет, что такое, ну, в идеале, как задуман, что человек, получив начальное высшее образование в одной стране, продолжить его, может, во второй стране и завершить, например, в третьей стране, что все это должно быть преемственно и везде, соответственно, приниматься. Ну, у нас много вузов перешло на систему бакалавриат магистратуры аспирантура в Германии, тоже много вузов по этой системе работают, да, кроме тех специальностей, о которых я сказала. Ну, то есть теоретически вы можете отучиться в бакалавриате в России и уже без проблем, без лишних лет обучения и каких-то дополнительных курсов можно поступать в магистратуру в Германии, да, то есть кроме медицины, юриспруденции и педагогики, где вот этой преемственности нет, потому что немецкое право – это специалитет. Но есть программы международного права и европейского права, то есть эти программы есть в магистратуре. И если медицину, то там можно посмотреть, например, там neuroscience или healthcare, вот такие вот варианты. Они уже будут, кстати, на английском языке. Что касается магистратуры, здесь вы уже просто берете ваш диплом бакалавра, делаете его заверенную копию, перевод, языковой сертификат немецкого либо английского языка, то, что большинство англоязычных программ немецких вузов – это именно программа магистратуры. И подаете, собственно, в немецкий вуз. Ну, иногда они просят какие-то дополнительные тесты, типа GRE, GMAT, это если вот что-то с математикой, с экономикой связано. А если там при IT, то, как правило, ничего не нужно дополнительно сдавать. Ну, если творческий специалист, то берем там всегда творческий конкурс. И все, собственно, ждете результатов. Подавать вы можете неограниченное количество вузов всегда. Как правило, подав документы где-то в 5-7 вузов, вы поступаете. И в чем плюс этого варианта? У вас есть два диплома, один российский, один европейского образца. Вы получили опыт в одной стране и в другой стране. И вполне можете работать в международной компании, быть специалистом между двух культур. То есть это, в принципе, очень хороший вариант, при котором вы вот этот год не теряете. Да, что, в принципе, невыловажно. Что касается аспирантуры в немецком вузе, то, например, получив магистратуру здесь, ну или в Германии тоже, в принципе, если вы учились, тоже можно пойти в аспирантуру. Кстати, после российского специалитета тоже можно поступать в немецкую аспирантуру, потому что они знают эту систему вот от 5-6 лет, у них тоже такое есть. В чем особенность немецкая аспирантура? Это исключительно научная деятельность. Как правило, она проходит индивидуально, то есть вы самостоятельно находите себе научного руководителя, пишете ему письмо с изложением ваших исследований, наработок. Если руководитель вам заинтересован, он приглашает вас, соответственно, к себе писать. Ну, по-нашему, это кандидатство, у них это считается докторская диссертация, после чего вы ее защищаете. Есть у них так называемые graduate schools, такие вот аспирантские школы. Это немножко больше похоже на структуру нашей аспирантуры, там есть какие-то семинары, нужно посещать занятия, кандидатский минимум сдавать там нигде не нужно. Но, тем не менее, вы работаете там с группой каких-то единомышленных над определенным проектом. Вот по этим ссылкам, соответственно, можно найти дополнительную информацию, что касается аспирантуры и научных исследований в Германии. Что касается языковых знаний, здесь, как я уже говорила, то есть есть масса программ на английском языке, в таком случае вам нужно приложить TOEFL и BALS. Данные, соответственно, по баллам, они условны, потому что каждый вуз для каждой программы прописывает отдельно, сколько приложить баллов нужно. Для немецкого, соответственно, универсальным считается сертификат TESDAV, потому что его принимают абсолютно все вузы. Здесь важно учесть, что несмотря на то, что некоторые сертификаты сами по себе не имеют срока давности, немецкие вузы вправе устанавливать этот срок давности самостоятельно. Как правило, они настаивают на том, что ваш сертификат не должен быть старше двух лет на момент подачи документов, как правило. Но, опять же, это нужно уточнять уже непосредственно немецкому вузе. Что касается сроков, документов и так далее. Интересная особенность немецких вузов состоит в том, что там есть два начала учебного года. Одно примерно в октябре, то есть в Германии вообще нет первого сентября, как дня знаний и дня, когда все встали и помаршировали учиться. Там каждый школьник, вообще в каждой федеральной земле каждый год у них разное время каникулы, а вузы примерно плюс-минус неделю начинают занятия в октябре. Опять же, тоже не обязательно первого октября, это может быть там и седьмого, и двенадцатого, и, не знаю, двадцать восьмого сентября, как угодно. Поэтому всегда нужно смотреть сроки и семестр, соответственно, на сайте вузов. Но большинство вузов по большинству программ предлагает возможность начать обучение весной. У них это называется летний семестр, и примерно в апреле, ну, тоже, опять же, плюс-минус, начинается обучение. Значит, соответственно, на тот семестр, который начинается осенью и называется у них зимним, документы подаются весной. Опять же, в каждом вузе разный дедлайн. Он может быть и 15 марта, может быть, 15 июля. Это нужно всегда смотреть предварительно на сайте вузов. На семестр летний документы подаются осенью-зимой. Максимально поздний дедлайн – это 15 января. Поэтому, пожалуйста, не пропустите и заранее ознакомьтесь со всеми дедлайнами. Куда подавать документы? Насущный вопрос. Есть вузы, которые принимают документы самостоятельно. То есть у них есть ресурсы для того, чтобы их обрабатывать, читать, раскладывать, проверять и так далее. Есть вузы, которых этих ресурсов нет. И, скажем так, они отдали это на аутсорсинг, и была создана такая система, которая называется Uniasist. Примерно половина немецких вузов принимает заявки через эту систему. Это не должно вас никак пугать. Насторажьте совершенно официальная, легально зарегистрированная организация. Единственный ее минус в том, что она… Точнее, нет, у нее два минуса. Первая – это система платная. И если вы… То есть если вуз принимает документы через систему Uniasist, значит, никак иначе в этот вуз документы подать невозможно. А второй минус системы Uniasist – она очень медленная. Поэтому документы туда нужно посылать максимально заранее. Понятно, что у нас очень поздно даются аттестаты и дипломы, и все сертификаты, поэтому здесь, может быть, либо выбрать тот вуз, который принимает документы самостоятельно, либо, не знаю, досрочно сдать сессию, то есть, ну, умолить о досрочной выдаче аттестата. Я не знаю, что здесь можно сделать, потому что Uniasist рассматривает примерно месяц документы. То есть месяц пройдет до того, как они его напишут. Ой, а у вас неправильный сертификат, не знаю, заверенный по форме или вы неправильную печать поставили, не в том углу, нужно переделать. А дедлайн в университете уже прошел. Да, это как бы очень обидно и печально, но мой долг вас об этом предупредить, чтобы вы имели в виду. Да, то есть, повторюсь, если вуз… В чем очень большой плюс системы Uniasist, то в том, что там одной максимальной заявкой можно подать документы сразу в несколько вузов. Что значит максимальная заявка? Все вузы требуют разный набор документов. Вы собираете тот комплект, который требуется по максимуму, и подаете, указываете, я хочу поступить вот этим комплектом вот в эти 7 вузов. То есть вам не нужно делать 7 заверенных комплектов документов, заверенными копиями, заверенными переводами, а просто достаточно там у комплекта, и вы подаете, собственно, через эту систему. Ну, минусы мы уже озвучили. Ну, а с вузом вы уже решаете тогда вопросы непосредственно самостоятельно. Обратите, пожалуйста, внимание, что в Германии до сих пор принимают заявки в 99% случаев в бумажной форме. Даже если там есть онлайн-аппликейшн, все равно это подразумевает, что вы онлайн все загрузили, а потом распечатали и по почте отправили. Это вот в нашей организации точно так же, потому что пока Uniasist не начинает обработку документов, пока не поступит бумажный вариант. Это очень важно иметь в виду. Пакет документов примерно, опять же, он очень разный в разных вузах, и, как правило, минимально состоит из заверенных копий, заверенных переводов документов об образовании языка у сертификата. Максимально можешь включать в себе мотивационное письмо, анкеты, дополнительно какие-то сертификаты, биографии, рекомендательные письма и так далее. Никогда, пожалуйста, никуда вы не отправляете свои оригиналы. В лучшем случае вы их привезете потом с собой, то это не всегда необходимо, да, потому что посланные оригиналы к вам никогда не вернутся, в том числе все документы, которые вы туда послали, они тоже никогда никому не возвращаются. И вот я очень люблю этот пункт, жирно выделенный, подчеркнутый, самостоятельность, да. Очень часто, опять же, к нам на консультацию приходят родители, которые говорят, вот, подскажите нам какое-нибудь агентство, которое занимается сбором документов для поступления в немецкий ВУЗ. А я, наверное, так, некоторые очень расстраиваются, обижаются, я говорю, знаете, вот, если вы не готовы собрать документы в немецкий ВУЗ, вам туда еще рано поступать. Может быть, это звучит очень обидно, но на самом деле это правда, потому что обучение в немецком ВУЗе построено исключительно на полной самостоятельности студента. Да, там нет вот этой не в российской системе, не в англофаксонской системе, есть такое, когда берут за ручку, везде водят, вот, увешивают список должников, там, рассказывают, что-то показывают. Нет, там человек предоставлен действительно сам себе. То есть это не значит, что ему вообще никто ничего никогда не расскажет, да, но нужно встать, пойти, найти нужного человека и задать ему правильный вопрос. Тогда ты получишь полную исчерпывающую информацию, но нужно проявить инициативу, нужно какое-то движение совершить, да. Там, например, студент сам себе составляет расписание, то есть ВУЗ не вывешивает расписание там над чертой, под чертой, да. У студента это есть набор модулей, которые он должен пройти в определенный период времени. И вот он сидит и складывает эти модули, там, сам вот туда, вот этот здесь, а тут у него нету этого модуля, мне нужно записаться на семинар. А этот семинар раз в семестр, а если на него он не успел записаться, то следующий семинар-то только в следующем семестре. А тогда он, соответственно, не успеет сдать экзамен, по нему ему придется дольше учиться на семестр. Поэтому вот эти все моменты человек приходит учитывать самостоятельно. И момент сбора документов это очень хороший такой организационно, я бы сказала, обучающий момент, который позволит вам, скажем так, ну пройти предварительный этап подготовки к лучшему образованию в Германии. Да, то есть если вы сами смогли собрать эти документы, в принципе там ничего совершенно сложного нет, да, то уже полдела сделано. Ну, безусловно, я понимаю, что мы там не все нотариусы-юристы, которые могут поставить там завершу документов, штампы там и так далее, да, это относится безусловно на нотариальную контору, там, переводческое бюро, да. Но отдать это каким-то людям, которые возьмут с вас большие деньги и скажут, что вы поступите в ВУЗ, это неправда, потому что ни один ВУЗ немецкий не сотрудничает с образовательными агентствами, да. И на этом основании как бы ни одно образовательное агентство не может гарантировать вам поступление, даже если они вам соберут эти документы. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь этого этапа и постарайтесь пройти его самостоятельно. Что касается стоимости обучения, ну и некоторых моментов проживания, да, я говорила о том, что обучение немецких ВУЗов для государственных бесплатных, почему большинство, потому что федеральная земля Баден-Вюртенберг с, ну я уже не написала в какого, но уже пару лет как вела оплату за обучение для иностранных студентов. Это 3000 евро в год, 1500 евро в семестр. Баден-Вюртенберг, это как раз и Гейдельберг, Карлсруэ, Штутгарт, Констанс, то есть такие прекрасные романтичные места. Ну, они подумали, раз мы такие классные, там у них Мерседес, штаб-квартиры и так далее, Бош и прочие такие заманчивые организации, да, они решили, что раз мы такие классные, мы можем брать, соответственно, с иностранцев деньги за то, чтобы они у нас учились. И, соответственно, вот уже определенное количество времени они взимают плату с иностранных студентов. Ну, в принципе, 3000 евро, да, если сравнить это со стоимостью обучения в английских, американских вузах, это как бы, ну, не такая большая сумма, но, тем не менее, в других федеральных землях обучение, может быть, по той же самой программе будет бесплатно. Опять же, выбирать вам, да, что вы хотите, что вам интересно. Ну, кстати, вот Северный Рейнбестфалья тоже планирует введение платы за обучение, они планируют в 2019 году, но пока решили посмотреть на Баден-Вюртемберг, как у них это будет выглядеть, потому что у них действительно резко упали показатели, резко упал качество иностранных студентов. Ну, у них все, что решает, выборы в земельное собрание, может быть, следующее земельное собрание скажут отменить. Поэтому нужно следить за актуальной информацией, и, может быть, соответственно, все еще вернется на круги своя. Потому что лет пять назад везде было платное обучение, потом кто-то отменил, кто-то ввел и так далее, то есть одно время везде было бесплатное обучение, поэтому это периодически меняется, но особо каких-то гигантских сумм они никогда не взымали, ну, кроме частных вузов, да, повторюсь. Что касается стоимости жизни, она очень разная в разных федеральных землях Германии, в разных городах одной федеральной земли тоже очень разная. В принципе, если материальный аспект играет роль, то нужно смотреть то, что бывшее ГДР. То есть вот эти земли, они более дешевые, там более доступное проживание, и, в принципе, ничем не хуже вузы. Особенно дорогая, конечно, юго-западная Германия, то есть вот Бавария, Батенбюртенберг, Северный Бринфестфаль, это, в принципе, одни из самых дорогих федеральных земель. Ну, вообще везде, собственно, зависит от того, насколько, какие у вас потребности и желания, да. В принципе, как бы, ну, можно уложиться в какие-то определенные такие разумные суммы, но есть города, где считается прожиточным минимумом и тысячи евро, в принципе, такие тоже есть. Студенты имеют право подработки в Германии, 120, полный, 240, не полный, не году, это визовое законодательство. Если это больше, да, там еще ограничения по заработку, по-моему, в районе не более 400, что-то, евро можно зарабатывать, или 500. Так, ну, не важно, не буду вас путать. То есть если вы превышаете эту сумму и этот срок, тогда к вам может прийти ведомство по труду и сказать, вы нарушаете ваши цели, полагающие пребывание здесь. Вы приехали сюда не учиться, а работать, вы должны переоформить визу на рабочую тогда, соответственно. Вот. Ну, и плюс, как правило, студентам, ну, так уж не особо, нет времени особо подрабатывать сильно, особенно если, например, медицин, у них совсем нет времени подрабатывать, они учатся с утра до вечера. Ну, у кого-то, может быть, более такое вольготное расписание. Но, тем не менее, плюс и найти такую студенческую подработку в Германии тоже не очень легко, особенно в крупных студенческих городках. Об этом, безусловно, знает немецкое консульство, поэтому оно требует для открытия визы в страну подтверждение финансовых гарантий, то есть сумму, которую вы кладете в идеале на счет в немецком банке, и потом на этом деньги, соответственно, в стране живете. То есть не как многие почему-то думают, что нужно кому-то заплатить там, например, консульство, это делать совершенно не нужно, но у вас должна эта сумма лежать на счету, в идеале блокированный счет в немецком банке, блокированный счет – это такой счет, который позволяет вам на нее положить деньги, а снять их сразу не позволяет. То есть вы определяете сумму, которая будет выдаваться раз в месяц, и, соответственно, это то довольствие, скажем так, на которое вы будете в стране жить. Ну, по поводу визы, как бы мы не даем особо консультации, потому что это прерогатив консульства, и нужно читать соответственный сайт, потому что консульство тоже не дает, к сожалению, консультации. Мы не даем, потому что они слишком часто меняют свои требования. Но, пожалуйста, обратите внимание, что национальная студенческая виза делается долго, значительно дольше, чем шенгенская виза. То есть если вы часто путешествуете, делаете шенген, привыкли, чтобы вы подали за неделю получили визу, то национальная виза это не пройдет. Плюс отпечатки пальцев на шенгенской национальной базе, это две раза на разных базах данных, и нужно на национальную визу идти в консульство. Это не через визовый центр делается, это через консульство делается, и сдавать там еще раз отпечатки пальцев. И студенческая виза может делаться полтора месяца. Поэтому вот этот момент всегда очень важно учитывать, потому что если вы записались на термин, вот это вот собеседование в консульстве на 1 октября, вы не успеете получить визу к началу семестра. То есть в идеале вы должны записаться уже в августе, ну хотя бы в конце августа. И если вдруг получается такая ситуация, что вы четко понимаете, что вам дали вот этот термин на более поздний срок, чем вы планировали, объективно вы понимаете, что вы не успеваете к началу учебного года приехать, вы тут же садитесь и пишете письмо в ВУЗ, говорите, здравствуйте, я подал заявление в консульство, но у них первое доступное окно вот тогда-то. Я не успеваю приехать к началу учебного года, пожалуйста, сохраните для меня место, я обязуюсь быть тогда-то. Да, в таком случае вам, возможно, сохранят место. А если вы не напишете, его точно кому-то отдадут, потому что вот этот момент тоже, пожалуйста, учтите. Ну и пару слов о возможности финансирования, да, где взять 10 240 евро на год, и, к сожалению, эта сумма имеет тенденцию к увеличению. То есть, повторюсь, на полный цикл обучения в Германии стипендии не предусмотрены. Вот немецкие студенты, например, вообще никакого финансирования от государства не получают, ну кроме определенного беспроцентного суда, ну, который они, естественно, должны выращать, но без процентов. Ну, в принципе, тоже неплохо. То есть, наша организация является стипендиальным фондом, который финансирует определенные этапы обучения, например, будучи студентом российского вуза, бакалавриата, ну, магистратура тоже сойдет, можно поехать на летние языковые курсы немецкого языка для тех, кто изучает немецкий, это примерно месяц летом, то есть, так вот, ну, познакомиться немножко с немецким вузом, с тема образования. И такие ознакомительные поездки студенческих групп, то есть, это, опять же, не турпоездка, которую мы организуем, а это поездка, которую организует преподаватель совместно со своими студентами, и вот они получают финансирование из расчета где-то 50 евро в месяц, они едут, соответственно, знакомиться с немецкими вузами, с коллегами, то есть, с немецкими студентами, не в театр там ходить, ну, в театр тоже можно сходить, но, тем не менее, основа этой поездки – это вот какое-то приглашение из немецкого вуза. По окончанию бакалавриата можно подать заявку в наш фонд на финансирование обучения в магистратуре в Германии, то есть, вы можете выиграть финансирование именно всей магистратуры на два года стипендию от нашего фонда, который покроет как раз вот этот прожиточный минимум. Мы, к сожалению, организация тоже бюджетная в каком-то смысле, мы не можем финансировать стоимость обучения, если обучение платное, да, то есть, например, программа Baden-Württemberg, соответственно, вам нужно дополнительно изыскивать, ну, 3000 евро в год, то есть 6000 евро, а стоимость проживания мы, соответственно, тогда компенсируем, если вы пройдете конкурс. Но по этим программам, заранее говорю, конкурс у нас достаточно большой, потому что желающих много, порядка где-то 20 человек, ну, 17 человек по стипендию для всех специальностей и 10-12 для экономической специальности и отдельную группу стипендий у нас для творческих дисциплин, там обычно дают где-то вот одну стипендию на Россию. Для вот всех специальностей экономической специальности понять важную систему, да, на последнем курсе бакалавра подаете нам заявку на финансирование. На момент подачи заявки вы еще не являетесь студентом немецкого вуза, но уже должны определиться с выбором трех программ обучения в трех разных немецких вузах, то есть программа похожая, вузы разные, написать письмо об основании и, соответственно, нам это тоже подать в бумажном и электронном виде. Подробнее, соответственно, можно будет потом почитать на нашем сайте, ну, я думаю, это будет через несколько лет, поэтому лучше читать актуализированную информацию, просто пока что вы знаете, что такие возможности существуют. Ну, и наш, наибольший спектр наших программ, он, как раз, предназначен для поддержки науки и исследований инноваций, да, это программа для молодых ученых, которые могут по своему желанию, в зависимости от проекта, который у них есть, поехать в Германию по нашей стипендии на краткосрочные стипендии, это от месяца до полугода, долгосрочные стипендии от полугода до года, получить финансирование на двойную магистратуру, то есть магистратуру под военным руководством, аспирантур под военным руководством, то есть если один научный руководитель в российском ВУЗе, один научный руководитель в немецком ВУЗе, по этой стипендии в общей сложности можно два года провести в Германии, но защита все равно предусмотрена в российском ВУЗе. Ну, и здесь, на самом деле, у нас рассказано о том, как куда подавать заявку, но вам это, в принципе, сейчас пока, наверное, не очень актуально, а что актуально, посмотреть вот этот сайт, потому что на этом сайте есть еще и другие стипендиальные предложения других стипендиальных фондов, не только нашего. То есть вот это Funding Guide DE, это баз данных, которые собирала наша организация и включила в нее не только наши стипендиальные предложения, но и, повторюсь, то есть другие возможности финансирования, хотя их не так много в Германии, но, собственно, все, которые есть, можно найти по этой базе данных. Ну, есть еще два дополнительных замечательных таких веселых сайта, красивых, красочных с картинками, это Study in Germany, там и как жить, и где найти проживание. Кстати, в Германии это, как правило, задача студента, потому что ВУЗы, кампусы, ну, если и имеют, то все места там заняты. Можно, конечно, встать на очередь, но вот если вы встанете на первом курсе бакалавриата, то где-то к магистратуре ваша очередь как раз подойдет. В некоторых вообще нет никакого кампуса, да, там усилить-то некуда, поэтому вот про проживание, там можно сказать, как найти квартиру, как найти подработку. Ну, в общем, много полезной информации. Наш главной сайт dd.de, ну, и, безусловно, ну, на самом деле, все, что нужно запомнить в сегодняшней презентации, это наш сайт dd.ru, да, где вы найдете и наши контакты, и информацию о стипендиях, и информацию о обучении в Германии. Мы проводим вебинары, это, кажется, возможность напрямую пообщаться с немецким вузом. Если вы подпишите на нашем префейсбук, то, знаете, вот сейчас у нас прошла, например, осенняя серия вебинаров, где шесть немецких вузов о себе рассказывали, то есть можно было онлайн задать им вопросы, если что-то интересно. Кажется, вот и Heidelberg был, у нас и Dortmund был, и такие вот не очень известные Града, там, как Дегендорф, например. Но, тем не менее, они все уникальны, у них у всех очень интересные программы, о которых вы вот так, может быть, лазы в интернете не сразу найдете, да, а тут они пришли, рассказали вам, послушали, не выходя, так сказать, из аудитории или из дома, или из транспорта, как угодно. Очень хорошая опция. Вот, так что, пожалуйста, наши контакты, они есть в наших брошюрках, и если остались какие-то вопросы, и еще есть силы, то я с удовольствием на них отвечу. Да, спасибо за внимание тогда. Для тех, кто все-таки планирует на обучение в Германии, может быть, вот такой вопрос будет актуален по поводу переводов. Принимаются я правильно, например, нотариально заверенные переводы российских нотариусов, или нужно оформлять документы в Германию? Да, хороший вопрос, и, опять же, он зависит от требований вуза. То есть, как правило, ну, так обычно они принимают обычный нотариус. То есть, вообще, у всех вузов на сайте написано, надо предоставить документы, заверенные в посольстве или консульстве Германии в вашей стране. Московское консульство и московское посольство этим не занимаются. То есть, это сразу нужно написать вузу и сказать, а что тогда мне делать? Как правило, достаточно заверки на обычному нотариусу, ну, либо есть так называемое международное переводческое бюро. Здесь важный главный момент даже не столько в заверке документов, сколько в апостелировании, потому что некоторые вузы требуют апостиль. Вот, то есть, если апостиль необходим, то, соответственно, это нужно еще больше заложить времени документов, либо, соответственно, отдать их в агентство, где делают апостиль. Ну, что, соответственно, будет быстрее, но дороже. Большое спасибо за внимание, успехов вам, и если что, обращайтесь, пожалуйста. Продолжение следует...